Акция «Бессмертный полк» собрала 45 тысяч казанцев. Люди несли в руках портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Институт международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального посетил ученый из Исламского университета Нью-Дели Абузар Хайри. За круглым столом гость затронул тему обмена студентами между институтом и ведущими вузами Индии. У Андроид появятся конкуренты из Татарстана. В Иннополисе начали разработку мобильно-операционной системы. Она будет построена на базе Линукс. В КФУ вышло пособие по борьбе с коррупцией. Пособие противодействия коррупции уникальное в своем роде и может стать основой для студентов и преподавателей не только Казанского университета, но и других вузов. С ВИАЖ можно попасть только по билетам. Сейчас вход на остров бесплатный, однако для прохода через турникет нужно предварительно получить бесплатный билет на кассе. В Татарстане состоялась закладка патрульного корабля. Корабль создан для охраны территориальных вод, патрулирования экономической зоны в открытых и закрытых морях, пресечения природской деятельности и оказания помощи пострадавшим при катастрофах. Казанские работодатели смогут узнать о судимости гражданина в интернете. Данные сведения доступны на сайте госуслуги. Фарид Мухаммедшин поддержал строительство АИС в Татарстане. По мнению председателя Госсовета Республики, станция позволит регионам не терять темпы развития промышленности и не зависеть от потребительского рынка электроэнергии. В Татарстане действует особый противопожарный режим. Его нарушителям придется заплатить сумму от 2 до 4 тысяч рублей. В Набережных Челнах 14 команд вузов и СУЗов соревновались в настольном теннисе. Среди вузов первыми стали студенты Набережной Челнинского института КФУ. Среди СУЗов – колледжа, повозка, академия физической культуры и спорта. Пятый всероссийский конкурс студентов педагогических специальностей «Учитель нового поколения» прошел в Самаре. Зародился же конкурс в Елабурском институте Казанского федерального университета. Его координатором является ассистент кафедры истории Елабурского института КФУ Андрей Виноградов. Продолжение следует...